Комфортная погода и ясное небо решительно все благоволило тем, кто пришел попробовать свои силы в легкоатлетическом забеге. Участником этого мероприятия, организованного Молодежным советом Ленинского района и беговым клубом «Вызов», мог стать любой желающий, как опытный марафонец, так и начинающий. У нас сегодня предусмотрены две дистанции, 4,5 километра и 9 километров. Каждый может попробовать свои силы на дистанции. Даже те, кто регулярно, допустим, не занимаются пробежками, могут пробежать 4,5 километра, только потому, что усадьба – это потрясающее место, которое каждый должен хотя бы посмотреть. Жительница Калиновки Алия Крамаренко впервые на Ленинском забеге. Девушка признается, что марафон – это отличная возможность и преодолеть себя, и познакомиться с единомышленниками. Я лично сама очень давно занимаюсь, ну, примерно давно, это года 3-4, наверное. Вот, в те выходные пробежала первый свой марафон, уже восстановилась, поэтому сегодня тоже участвую. Все, что здесь происходит, очень дружно и интересно. Главное участие, не победа. Подготовка к забегу прошла по всем правилам, самое главное из которых – разогреть мышцы перед дистанцией. Под веселую зажигательную музыку марафонцы дружно размялись, а потом направились к старту. Спортивное торжество начинается. На протяжении всей дистанции участникам при необходимости помогали волонтеры. А само место – заповедник Горки Ленинские с его зеленой зоной – стал еще одним вдохновением для бегунов. Широкие живописные аллеи, отличный асфальт. В Горках Ленинских созданы все условия, чтобы каждый преодолел себя и легко и быстро пробежал дистанцию. Претендент на первое место в дистанции 4,5 километра определился достаточно быстро. Ведь новчанин Владимир Нехамкин уверенно вырвался вперед и на протяжении всего пути удерживал лидерство. Прошло всего каких-то 17 минут, и вот он уже на заветной финишной прямой. Что же дало силы Владимиру стать обладателем золотой медали? Ответ победителя оказался на удивление прост. Залог успеха и вообще залог всего здоровья – это в системности. То есть заниматься собой, спортом, физкультурой, своим телом надо регулярно, постоянно. Не от случая к случаю. Среди женщин первой на длинной дистанции стала Анна Шаховалова. Ощущения, конечно, приятные от победы. Бежали с девочкой, вторая, которая прибежала, прям с первого километра, спина к спине. Честно говоря, я думала, что она меня опередит, потому что я чувствовала, что силы у нее еще есть, а я прям бежала уже на последних. Но буквально, наверное, последний километр мне удалось выйти вперед, и в итоге я победила. Финальным аккордом Ленинского забега стало торжественное награждение победителей. Под громкие овации на пьедестал почета поднялись сильные духом и телом марафонцы.